приветствую всех самых ул дым и да мы возвращаемся в наше приключение в дорогом нам хэнквилле сейчас нас будут тотально детальному будем продолжать депонизацию и проводить разные другие счастливые операции в других странах сейчас мы распроводим с нашим товарищем ясничком но честно скажу я буду стараться делать так чтобы бандиты хотя можно конечно капитулировать вообще полностью эту клюшу оставить только только этого товарища коммунистов оставить пусть стоят себе но просто не очень хочется чтобы бандиты победили потому что хоть у них дивизий вот у этих дебилов дивизии не осталось практически нихрена но блин у меня их тоже немного даже если поглядеть вот поглядим поглядим мы на себя поглядим 21 дивизия эти бандиты могут просто нахапать себе кучу ресурсов а потом меня уничтожить так что лучше я думаю на время прекратить вообще любые действия против них ну еще немножко покатлить там клюшу может немножко еще правил немного покатлить но не более чтобы сильно не перевесила весы не перевесили в другую другую степь вот мы сделали прокачку дивизию на новые сейчас кстати надо провести вообще полный редискин надо милицию милицию вообще все надо переделать хватит она тут о гриффе на гриф гриф он инфантри переделаем гриф он инфо 3 в нормальный вот так вот вот так гриф он инфо 3 пусть потихоньку да все здесь теперь пусть потихоньку меняются так что это марш прогресс неутомимый кстати я немножко так чисто тут вон кусочек отвалился социализм собаки вообще социалистами стали до бронзовое регенство я не вообще по лице с левыми лигас лига спартакуса окажись я понял на кого это ссылочка ухо я понял на кого отсылочка лига спартакуса да роза люксимбарк люксимбарк а еще и тут наш подруг королевушна померла тут тоже религиозные социалисты ну короче социалисты вообще повсюду и что-то бы это не нравится хоть зато в империи зато сохранились монархисты что радует монархисты сохранились потому что но это даже хорошо потому что фашисты куда страшнее там они такие они столько дивизии спамят пипец еще я повысил военный призыв теперь больше гриф он его мясо людей придет к нам кстати дам тут обновление теперь нам не нужно будет все это отрубать все эти маленькие окошки больше не будут меня мучить слава богу а кстати чё там с ресурсом сажение новой skynavi маяк надежды вдыхает для социалистов революционеров всего мира новая skynavi пала под неумолимым натиском армии севера о ё-моё социалисты кстати а я ведь планировал поиграть за эту жопу мира блин тогда я думаю будет очень тяжело днем 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 так железо нам нужно железо ну пошли торговать с ними так чего федерации а значит нафиг отменяем это пошли не в жопу давай новый торговый путь о конфискация конфискация имущество пони и давайте распуску ордена рыцкий рыцарский орден хэнквилла релик давно ушедший эпохи утративший всякий смысл вы быстро меняющимся мире что еще более важно он более неспособен успешно справиться с угрозой пони пингфрид реформирует государство в более подходящую современную форму и он ожидает что его верные грифоны поддержат его погнали продолжаем наши а подождите фута я забыл про наших этих чего кашников а блин тут это давай продолжим скандальное заселение лонгсворда после интеграции лонгсворда был создан комитет целью которого стало решение вопроса распределения полученных земель для использования продажи или заселения по прозвели карла фон соль да у большая часть земель должна быть заселена переселенцами и ветеранами а вырученные с продаж деньги пойти им на помощь через некоторое время с начала работы комитета начали поступать для несения сомнительной деятельности комитета некоторые его члены в основном принадлежащие группировки штурмовиков использовали комитет для дешевый продаж или вообще дарение земли своим друзьям и союзникам а также выводы средств наличные счета ой как неожиданно как неожиданно капитализм и и помощь именно ветеранам за бесплатно вообще как как бесплатно продал мы продаем землю а потом деньги отдаем ветеранам помимо этого было отмечено что некоторые промышленники и богатые семьи и такие как семья гутерф гутерфрид использовала использовали комитет для получения под свой контроль с трагических земель более того частные члены комитета решили не докладывать о коррупции вместо этого устроили с остальными с остальными внутреннюю войну и об этом ни об одном из этих докладов неизвестно низшим офицером чинам и гражданским лицам однако уже пошли ссылки об этом и кпх активно использует их для пропаганды скажите сожгите донесение мы сейчас же с этим разберемся да твою мать вы чё творите идиоты вы идиоты кпх кпх народный комитет национального освобождения просто великолеп коммунисты блин а кстати ну хоть народная республика это отсоединилась стать а тут а тут на нет это демократические социалисты к сожалению так что ладно так лан давайте смотреть что будет дальше наш город но это уже нам не интересно опа и все дивизия на тем дивизия окружена ой давайте уничтожим дивизию встреча в желтой комнате вингрид собрал все свое военное командование приближенных советников в самый протяжен престижной комнате замка хэнквилл называемой желтой комнатой именование именованные так из-за потолка уз 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 таланова золотыми лист листами сожалению даже выбор этой комнаты не спас ситуацию дементрус кампхаус ну и дементрус кампхаус изучил доступные военные силы его и в итоге сделал категорическое пораженческие выводы даже если мы сочетаем все наши вооруженные силы в оружии силы вооружения нашу промышленность и население которое можно призвать на военную службу и сравним их с вражескими мы лишь убедимся в невозможности проведения военной кампании на востоке по моему предложением по моим предположением даже при благоприятном для нас наступлении мы в лучшем случае будем остановлены уже на подходе к бак бактор бактор на это где бак 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 тур ну ё-моё мне что-то кажется с нашей сейчас на армии мы даже до бак торно не дойдем это вот здесь мы даже до сюда нам по факту нужно алмазные горыEP они ягод азерград озерград капитулировать при том что столица никого не стала противником лишь один кусочек отсоединился от речного союза а все остальные еще живые сожалению даже если мы так сию секунду устроенным послышались обвинения эйзен сильверкорн и алина хоместер объявили комп хауса предателем за проженчество и любовь к пони карл фон соль дау не менее резко высказался в защиту комп хауса чем разозлил вильгельма штакельберга нетерпимого к подобному хулиганству вингфрид вмешался и вмешиваться не стал споры никогда не были чем-то плохим и он решил позволить соратникам высказаться перед вынесением собственного решения ну кстати говоря умно молодец и вингфрид как говорится хоть хоть в этом я с тобой согласен нужно все таки ну давать хотя бы вы хотя бы высказаться не нужно сразу затыкать в конце концов комп хаус ударил по столу указывая всем они способны испоганить математику так что у личной коалиции стало меньше население оружие чем у нас вы слишком плоско мыслите все глаза тут же сосредоточились на n2 эдлере фон вильгель вингерберге облокотившегося нас на стол они способны на многое это верно но они все еще состоят из плоти и крови несколько отличных от наших однажды в прошлом их земли поразила столь опасная болезнь что все пони чуть ли не были стерты из грифонии то время как нашему виду болезнь была абсолютно нипочем будто сама природа желала из 3 будет фук будто сама природа жила желала осчастливить их они называли эту болезнь упорная чумой карфон соль дау лишь посмеялся и огрызнулся в сторону эдлера и это твой великий план мы должны просто подождать пока они обкашляются до до счастливого обморока эдлер сурово на него взглянул и ответил разве кто-то сказал что мы собираемся ждать тишина зависла в комнате вингфрид сел и закинул ноги на стол весьма хитро мой дорогой эдлер ужасный план в процессе выполнения ну да я уже видел по правде это действие это реально убойная штука пиздец какая убойная если мы создадим хорошую армию хотя бы из пехоты и артиллерии и при бонусе этой заразы так как эту заразу мы создадим ну мы можем как минимум половину армии просто уничтожить всех это речной коалиции до добраться как минимум до фактор на мы точно сможем а может и до столицы доберемся как они так часть сил потеряли если постараться поскорее до толка не объединяться мы можем их уничтожить по кусочку так что да да пока что смотрим будем наблюдать что будет дальше уничтожаем дивизиум так отлично ну потихоньку сейчас мы уничтожим вот эти вещи девки и я думаю нормально ой бля вы чё сделали идиоты блин надо спасать идиотов скорее спасать так все молодцы продолжаем атаки изничтожаем дело что кельберг подожди это что такое а возможно это секретный путь коммунистов что ли в хэнквилле что-то мне кажется это секретный путь коммунистов хэнквилле что будет поддержим мы революцию или не поддержим интересно это было тихое утро когда вильгельм штакельберг направился в замок орден хэнквилла ничего необычного не происходило за исключением того что что кельберг был одет полный комплект традиционного рыцкой рыцарской регалии и шел в испражнении еще шести таких же одетых рыцарей они ни с кем не говорили просто он ни с кем не говорил и просто шел по коридору группа медленно ускорялась некоторые рыцарь рыцари по видимому ожидания ожидавшие их приезда выходили из своих комнат одетые в столь же торжественно и присоединились к колонии другие же пытались вмешаться и были остановлены начался бой с каждым шагом другие же пытались вмешаться были остановлены собой с каждым шагом замок все более погружался в хаос сражение между рыцарями офицерами реформистов штурмовики эдлера открыли огонь и в некоторых коридорах также вывозов ответную реакцию рыцарей несмотря на хаос процесс продолжался штокельберг ввел ее его лицо было торжественно как статуя барея он шел будто направляемый какой-то божественной мисс миссии когда колонна дошла до офиса виль вингфрида и и встретили охранники вооруженные тяжелыми пулеметами готовы ввести огонь трое рыцари хотели ринса в бой но вильгельем остановил их жестов гвардейцы хранили их на крови и просто направили свое оружие на толпу неуверенных в необходимости его применения штокельберг пошел в их сторону сжав как тех меч на спокойно и без угроз гвардеец спокойно сказал он вы клялись богам что будете служить ордену что продолжение миссии данную нам императором гровером вторым что продолжу продолжите миссию данную нам императором гровером вторым мы все клялись бороться с угрозой пони всегда оставаться верными нести справедливость всем кто решит нарушить клятву за этой дверью находится именно такой гриф он и вы знаете это я хочу спросить у вас верные рыцари хэнквилла отойдете и позволите мне исполнить мой док закончить закончил он свою речь после чего обдумал услышанная гвардия открыла огонь гвардия выступила это как говорится начало гражданской войны мы делаем сохранку товарищем сохранение да я сделал тестовую дан тестовую эту сохранку я сделал теперь она будет старые мы эти у меня куча старых игр раз раз сохранение надо кстати будет их немного по удалять свои эти игрульки удалять так ну давайте думать если мы не узнал если мы не откроем огонь и они убьют в ингридов он кентерберга они его убьют и по факту весь наш путь пойдет в жопу так как мы как говорится я мы посмотрим на этот путь на новые мы посмотрим что будет если мы уступим ну давайте гвардия открыла огонь как говорится мы откроем главу охранники не вняли словам вильгельма и открыли огонь по нему штангебек получил невыносить несовместимые с жизнью ранение его бренное тело пало на пол его последователи попытались порваться к охранникам но были скошены очередным залпом оставшие оставшиеся бежали охранники вошли в офис и сообщили вы можете выходить великий магистр опасность миновала обозленный вингфрид вышел из шкафа и сразу же направился к телефону запросил подкрепление штурмовиков немного поразмыслив он позвонил карло фон сальдоу управляющему местными гарнизоном он сальдоу на меня только что было совершено покушение я приказываю вам закрыть город арестуйте всех рыцарей на сексе что-то похожее на парадную форму и видите на улице бронированные машины хэквилл должен заткнуться до наступления завтрашнего вечера он сальдоу принял указание вингфрид повесил трубку он задумался сколько еще солдат участвовала в нападении на него и запросил подобный отчет попытка переворота еще не была остановлена даже несмотря на смерть лидера его участники ситуация все еще могла выйти из-под контроля вингфрид схватил интерком чтобы передать сообщение по всему дворцу однако недавно установленное устройство сначала вообще отказала отказалась работать и сдав лишь щелчок вингфрид боролся с ним пока рыцарь и подошел подошел ему на помощь но тогда вингфрид наконец остановил оставил устройство работ заставил устройство работать и снял трубку ему тоже связь оборвали на время до переворот это это можно вообще считать другой отсылкой ночь а нет ночь длинных она же уже была кажись мы устроили некоторые счастливые вещи нашим собратьям по организации нам мы сможем но в будущем мы еще поймем что делать так так рыцари хэнквилла говорит великий магистр свингфрид фон кантербург катерин бу катеринбург 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 рыцарь вильгельм штакенберг предпринял попытку убить меня но сдох как жалкий щенок остановитесь и сдайтесь с моим верным солдатам если вы это не сделайте я обещаю вам худшую смерть из всех что вы могли бы себе представить после этого он выключил интерком и села в свое кресло приказав охране охранять периметр и принести ему напиток чтобы успокоить нервы пока он ждет битва продолжалась еще около часа пока в замке наконец не стало совсем тихо многие пали но победа того стоило эдлер фон вильки вингербург вингерберг также был целью покушения но по счастливой случайности оказался в своей военной ванной комнате во время сражений во время сражений вингфрид вздохнул услышал эти новости однако что штакель берг лишь ускорил окончательное падение рыцарского ордена кончина ордена даже слишком затянулось как говорится да окончательный конец социалистический союз его не вели василий витин и верховный совет объявили создание международной организации социалистический союз они намереваются искать поддержку коммунистических наций по всему миру для взаимного усиления кооперации но пусть пустите левые продолжают чувством творить отлично а куда они отступают давай пойдем поможем кристальная ярмарка заплевать на нее речь о вождя прогуливаясь по балкону замка вингфридж фон кантыры катаринбург размышлял обо всем чего он достиг за это время конце концов за плечами у него был тяжелый долгий путь многие пытались перехитрить его и украсть у хэнк вилла великое будущее другие даже пытались убить его в чем впрочем не преуспели пришло время предначертанного ему пора принять свою судьбу когда он прибыл на балкон его приветствовали его подчиненные эдлер фон великий вингерберг и диметрус кампхаус приветствовали его именно им как самым верным своим подданным он разрешил стоять рядом с ним во время этой речи он перестал улыбаться и обнял эдлера за то что тот помог ему подобрать верные слова вообще сам эдлер известен как недотрога и это вызвало его недовольство но вингфрид этого не волновал это был момент его триумф он вышел и глянул на толпу окружающую замок после чего пошел микроф подошел к вам фону и сделал глубокий вдох прежде чем его речь услышала вся нация мой народ грифон и хэнк вилла как долго мы гнили в этой пригранили как мы долго гнили в этом приграничном месте брошенные империи а я отвечу вам это происходит с тех самых времен когда правил гровер 2 в империи нас считали за отбросов и решили просто избавиться от ослаб подальше мы должны были лишь как живая преграда мы мы нужны были лишь как живая преграда от пони и псов востока и ничего не волнова и никого не волновали нашей жизни теперь стоя 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 здесь я хочу спросить вас недостаточно ли мы страдали несколько лет назад я спросил себя об этом и именно из-за этого вопроса решил повести нашу нацию я заметил насколько крепок наш народ и насколько величественные жители фронтира все это закрепляется внизу не сломимым духом нашей нации я хочу дать вам возможность раскрыть ваш потенциал вашу гордость ваше могущество некоторые пытались остановить меня такие предатели как вильгемш такель берг хотели заковать вас в цепи востока чтобы вас уничтожили западные соседи он сделал небольшую базу чтобы народ мог услышать как его сподвижники освистывают тех кого он упомянул после чего он продолжил говорить с неистового с неистовством в голосе но теперь у нас есть реальная власть мы единое королевство скрепленное нашим общим могуществом с этого дня мы будем работать как один во благо всех и каждого а наша проекта наши противники познают нашу силу мы будем действовать как один огромный организм и никто более не посмеет нас игнорировать защитники кэнквилла пришло наше время трясясь от напряжения винфрид закончил речь и солдаты с гражданами зааплодировали ему провожая с балкона королевство простоит тысячелестия я я я согласен улучшение рабочих условий может хотя зачем и так достаточно цензура это не нужно все тогда поглядим что нас прям политика так быстро растет пипец мастера пропаганда поддержка войны поставщик на скорость дивизий скорость восстановления еды призрачный джентльмен кровавого палач по не ресурс на национальной территории урон носимый гарнизону промышленный концерт электри электронный концерт может реально на расширенный сразу перебежать сразу прям на расширенный кстати а может еще кстати а час экспорт может нафиг может ограниченный экспорт чтобы ресурсы не тратить хотя ладно у нас и так немного боевой дух бронетехника логистик фронта цепок штраф за плохую погоду диверсионные войска о диверсионные войска боевой дух не повыше за недостаток снабжения ладно а кстати а нет это все за черт тебя дери потеряет истощение давайте лучше ладно продолжаем короче мы продолжаем ну что ж можно порадовать наш наш победа но кстати говоря мне очень интересно что было бы если бы переворот удался и я уверен там дальше есть секретный путь коммунистов потому что коммунистов вообще нет но они как бы есть так что сто процентов есть какой-то секретный путь надо бы как-то сейчас что-то будет все так что мы выберем так посмотрим сколько у нас вообще по поводу выбора блин даже не так стать 30 минут как думаете так давайте тогда пока что выбирать дальше не будем будем думать я вас прошу именно на то что вы выберете мы в любом случае с возьмем нациализация промышленности наши производственные мощности не недостаточно для нынешних нужд бюрократию трудовые права придется игнорируют чтобы превратить коньквилл в современное общество короче так товарищи так короче короче товарищи дорогие что будем делать короче сейчас мы прочитаем этот последний наш на последний вот это вот последний винтик и на этом закончим то в этот раз видеоролик будет поменьше чем обычно ну в любом случае думаю не сильно ударит мы пережили переворот а дальше уже я сохранюсь и мы сделаем сохранку и будем уже я сделаю так скажем небольшой небольшое небольшое голосование в сообществе и в комментариях также погляжу если хотите пишите так в комментариях чтобы вы хотели вот какой путь мы уверен после распуску ордена хэнквилла стал вопрос о пути который должен избрать новое прогрессивное государство винкфрид решил обсудить это вопрос вы пик штате позвав не только генералов вермахта но также эдером эдлера фона вингерберга его близких друзей в итоге штурмовики и вермахт разошлись а во мнениях поэтому опросы предложили два варианта которые помогут противостоять будущему испытания будущем испытаниям вермахта в особенности генерал кампхаус выступал за полное и грамотное планирование даже самых под к долговременных планов цели не должны звучать как нечто не фантастическое например великий поход против по не должен быть период смысла его задача не какой-то там осчастливливание он нужен нам чтобы показать славу хэнквилла обеспечить новые земли для заселения и самое главное построить стабильное организованное общество пока вингфрид выслушивал и медленно записывал слова кампхауса иногда совместно кивая эдлер фон вингенберг тихо наблюдал насмехаясь над привели приведенными примерами терминами и называя их желанием жалким мяуканье подобием подобия жалко мяуканье подобие пони наподобие пони он заявил что эти копыт копытные копытные за заняли наши земли это показалось ситуации с гражданской войной в лонгсворде и поэтому они должны быть подчистую подчистую осчастливлены если мы хотим создать что-то великое сила приобретенный хэнквиллом при установлении нового порядка бесспорно и нам стоит продолжить том же дух если мы хотим создать королевство величество короле королевство величество которого затмила бы все существующее прежде великое будущее ждет тех кто готов взять его в свои когти им и можно быть уверенным хэнквилл способен на это издевательский смешок кампхауса не прошел незамечен вам в его но вингфрид рассматривал предложение эдлера с не меньшим энтузиазм пока что обсуждение этого вопроса должно продолжаться похоже что лидер уже принял окончательное решение короче дам выбор какой мы выберем я опять спрашиваю какую доктрину вы выбери каждый коготь в тело это эдлер или же все-таки кампхаус кампхаус предлагает нам полномочия лидера ночь длинных когтей реформировать штурмовиков но короче говоря мы пойдем наемники пони имею иммиграционная служба короче говоря выбрать такой вот более умеренный путь за родину нарушить восточный вал и так далее выбрать короче говоря тотальный такой вот более менее получается каноничный путь хотя как ни странно что такое ирония такая что вот например обвер наш секретное агентство она тоже вот тут есть а это тоже как бы ну понятно но еще отсылка тут просто ну просто невозможно не заметить это прям 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 коричневая прям прям прет вы думаете я прям таким честно говоря хоть я и может и выгляжу заинтересованным но я бы заинтересован просто в истории но если вот посмотреть на все что тут происходит блин почему-то у меня такой нервный тик все-таки по всему телу каждый раз проходит когда я читаю эти чертовы фокусы потому что почему то у меня какое-то такое чувство как будто что-то такое я уже видел но имеется ввиду даже где-то вижу ладно не буду говорить а то не дай бог госты гражданин гражданин великий начальник подумают что я против них а я не против я за я не могу ничего сказать против такс но я думаю пора подвести наши итоги дорогие товарищи пора нам подвести итоги ну короче как говорится будет голосование продолжится голосование также че кстати подумаем насчет правильно также можете давать не стоять и насчет правильно и этой всей войнушки чё делать становиться в нейтралитета просто прекращать атаки чтобы не помогать бандитам ну или закончить войну окончательно но тут уже вы тоже решаете вы так скажем мой так скажем ближний круг советников предлагаете что делать может советы давать также я все выслушаю это так скажем немножко интерактив эта игра будет интерактивный так что за вас стоит что мы выберем выберем ли мы более умеренный пути или же все-таки пойдем по полной и выберем жесткий путь а попутно надо будет стать начать потихоньку создавать уже не рыцаря а начать потихоньку создавать новые новые новую армию 10 дивизий новых пехотных но выберем мы разумеется пусть все-таки пехоты я выберу потому что он легче я всегда привык воевать пехоты и уж извините далее надо будет миша продолжить вот армию развивать и возьмем выбора именно доктрины кромочного планирования blitzkrieg артиллерийскую доктрину выбрать современное снаряжение вот восточный регион и так далее и потихоньку будем развиваться ну ну попутно перед тем как пойдем великий поход так что дам планы есть посмотрим все таки удастся ли нам нам осуществить мечту хэнкл всем я желаю всего самого наилучшего мирного в небо над головой и торжества антифашизм заглядьте в описании там будет . на мой рутуб канал так на всякий пожарный если часу youtube случится вот в комментарии в этот раз я забыл извиняюсь предыдущем видеоролике в этот раз в комментариях будет лежать ссылочка на статью используйте ее если хотите исправить проблему с проблемами с проблемами с и замедлением youtube которые многим и нам портит жизнь ну и на рутуб тоже подписывайтесь вдруг что такое и дискорд также заглядывать пишите комментарии опять-таки давайте участвуйте выдраться им поболтать ставьте лайки и дислоке на ваше усмотрение и подписывайтесь на канал жмите на кнопку подписаться на колокольчик наша семья должна продолжать расти того количество товарищей должно продолжать расти и с вами конечно не прощаюсь скоро увидимся товарищи